В рамках 1 дня информования старшиня национальной державной телерадиокомпании Республики Беларусь Геннадь Давыдска наведал Барановицкий аутоагрегатный завод, где сустрелся с коллективом предприемства. С подробностями наши барановицкие корреспонденты. Одно из старейших машинобудовничих предприемств Украины, Барановицкий аутоагрегатный завод, входит в склад холдингу «БелАутомассы», вырабляя около 700 наименев запчасток для автобусов, грузовиков, чугуночного транспорта. Великими объемами выпуску сегодня тут похвалиться не могут. Ситуация на внешнем рынку оказала свой негативный уплыв. А лейстрат завод так само не неси. А для того, как обузняет свои позиции, активно займается пошуком новых рашеньев. Это и качество продукции, это и инвестиции. Это постоянно работа со своими поставщиками, потому что для нашего завода автокомпонентов очень важно работать со своими поставщиками. Для этого завод развивает постоянно свою систему качества. Поэтому понятно, что есть у нас свои плюсы, мы работаем над своими недостатками в большей степени. Мы понимаем, что мы сегодня не идеальны, но мы все делаем для того, чтобы максимально приблизиться к тому, чтобы действительно продавать, доминировать в условиях очень жесткой конкуренции. Ожиданием выиграть у конкурентов продактованы и техничные операузброения, каким тут активно занялись. До того же, новое обсталевание дозволяет истотно экономить электроэнергию. Все это позволяет нам осваивать новые рынки и захватывать новую продукцию. Так, коллективом Барановского отрядного завода освоены новые домкраты для конвейерных поставок в Российскую Федерацию, новые демпферы для метрополитена российского. Позволило освоить наконечники к импортной технике и другую продукцию. И это не все. Подписано домово о поставках для российского КАМАЗа. Ведутся перемоги с Лиазом, с Германией, Молдовой. Узновляются отгрузки в Украину. Среди новых рынков – Вьетнам, Прибалтика. Очень с хорошим настроением здесь люди. Работают руководители, очень позитивные, которые не опускают руки. А наоборот, то, что называется дебюрократизация, здесь можно получиться. И дивертификация рынка тоже здесь можно получиться. Потому что они находят новые рынки, они не находят новые способы продвижения своей продукции. Они завязывают новые контакты. Об сегодня и за утро завода, холдингу, телебачення, семьи и краины. Об приватным и державным, особистым и громадским. Об усим гэтым широ и открыто с коллективом предприемства в эту разговору главник Белтель-Радио-Компании. Шмот тем и огольный лейтматыл. Все силы Белтель-Радио-Компании брошены на то, чтобы ни в коем случае не лукавить с ними. Ни в коем случае не замалчивать ни одно проявление. Ни политическое, ни экономическое. Потому что людям надо верить. Люди своей массой умнее одного самого продвинутого человека. И самое главное – доверие. Довер, вера в свои силы плюс особистая отказность. Повно это и есть детали от того руховика, который обовязково повинен запрацовать на полную мощь и вернуть Барановицкому аутоагрегатному лидерские позиции. Керовник Белтель-Радио-Компании в свою очередь отзначил позитив и в городском пейзаже Барановича, и в настроях горожан. Я сейчас буду похож на иностранца, который говорит «Как у вас в груди чисто?» Нет, дело в том, что я очень люблю Барановичей. Весной пронизано все. И даже настроение людей, которые находились здесь, с которыми я общался, вот видно, что у них весна во всех глазах. Поэтому, если вы спрашиваете про настроение, очень хорошее настроение в городе и у меня тоже. Алиса Григорчук, Вольга Гутовская, Юрий Цито, областные новини, Барановичи.